Здравствуйте! Пот. Различные запахи пота. Почему они могут быть? И о чем они могут сказать? У здорового человека пот не имеет запаха. Как бы ни показалось странным на первый взгляд такое высказывание, но это так, поскольку на 90% пот состоит из воды. Придают поту его характерный запах бактерии, которые живут на коже человека. Пот является нашим природным терморегулятором, поэтому его выделение в достаточных количествах способствует охлаждению организма, что препятствует губительному для наших органов перегреву. Чаще всего от человека плохо пахнет, наверное, при несоблюдении личной гигиены или после изнурительных физических нагрузок. Но если пот приобретает неприятный запах и начинает выделяться обильнее, чем обычно, это может свидетельствовать о развитии некоторых заболеваний, среди которых могут встречаться довольно серьезные недуги. Даже в древности, когда еще не было современных способов диагностики, врачи именно по запаху пота пациентов определяли орган, который имеет нарушения. Есть очень многие запахи пота, которые должны бы подтолкнуть к посещению врача. Например, мышиный запах или запах грязных носков. Пот в таком случае может приобретать вот такой подобный сказочный аромат из-за развития грибковой инфекции. Чаще всего подобным образом пахнут ноги, и убрать этот запах частой смены носков тоже не получится. Если вовремя не обратить на запах должного внимания, то к нему может присоединиться еще зуд, шелушение, сжение, что является признаками эпидермофитии. Мы привыкли считать, что так называемый грибок виден невооруженным глазом, но это не всегда так. Поэтому при возникновении такого мышиного запаха от ног стоит уделить внимание своему здоровью и посетить дерматолога. Также от пота может быть запах гнилых яблок или ацетона. Появление такого неприятного запаха, сходного с ароматами погриба для хранения фруктов или ацетона, может указывать на развитие у человека сахарного диабета. Но это не всегда так. Все же лучше обратиться за консультацией к эндокринологу. Запах пота может еще напоминать кислый запах уксуса. В таком случае может появиться мысль о возможности развития туберкулеза. Заболевание это довольно опасно и требует серьезного лечения. Поэтому посещение пульмонолога и прохождение диагностических процедур обязательно. Пот может иметь запах хлора. И это может указывать на заболевание почек или печени. В некоторых случаях пот может напоминать запах тухлого яйца или сероводорода. Такое состояние очень опасно уже даже для жизни человека. Потому что это может указывать на желудочное кровотечение. А запах аммиака, мочевины или попросту мочи может указывать на патологию почек. Но диагноз все равно можно поставить только полностью пройдя обследование. Гипергидролиз в медицине так называют повышенную потливость рук, стоп, подмышек и других частей тела. Это является одним из симптомов таких заболеваний, как сахарный диабет, туберкулез и даже инсульт. И не стоит игнорировать повышенное потоотделение. Но если не вдаваться в серьезные заболевания, то чтобы уменьшить потоотделение и избавиться от запаха, следует носить свободную, легкую, натуральную одежду. Желательно снизить потребление острой пищи, пряностей, которые тоже влияют на потоотделение. Также следует учитывать, что синтетика усиливает потоотделение и может придавать поту неприятный запах, так как синтетика затрудняет его испарение. И, видимо, не так уж и легко избавиться от запаха пота. На самом деле проблема куда более серьезная и требует обследования и правильного лечения в случае необходимости. Субтитры подогнал «Симон»